Каток, лыжи и новогодние гуляния по всему городу. Позади 8 дней выходных. На первый взгляд, что может быть лучше, но для многих такой длительный отдых – настоящее испытание. Ведь с увеличением праздничных дней увеличивается и соблазн их отметить. На каникулах за помощью в стационар в Самаре обратились порядка 70 человек, в основном с переломами и растяжениями. Впрочем, врачи говорят, для города-миллионника это немного. Люди себя берегут, но тем не менее, от случайностей никто не застрахован. И все-таки зима – это гололед, это снега, это все-таки праздник, как таковой. Люди зачастую позволяют себе и алкоголь употреблять, соответственно, очень часто попадают именно с травмами, которые связаны с воспотреблением чрезмерного количества алкоголя. То, что травм год от года становится меньше, замечают и работники парков. Люди стали бережнее относиться к своему здоровью. Люди сразу и ходят сюда кататься на огонь и каникулах. Все довольны сейчас. Травмы вообще бывают или они часто? Бывают, но это под зависимостью уже катка людей. Теперь, после того, как каникулы закончились, важно не получить травму моральную. От слишком быстрого погружения в рабочий ритм. Психологи советуют начинать трудовые будни с незложных заданий. Заранее планировать грядущую неделю, а важные встречи и переговоры лучше отложить. Прийти с себя и войти в рабочий режим после праздников не так уж сложно, говорят эксперты. Достаточно следовать простым правилам. Банально не засиживаться допоздна перед работой. Или вот чашка зеленого тонизирующего чая с маленьким кусочком шоколада приободрит и поможет запустить работу сосудистой системы. У нас последние деньки и мы со следующей недели выходим на работу. Да, морально подготовились. Хорошо, что у нас есть Волга. Часто ходили, в том числе и за Волгу. На работу вышли сегодня, но в режим еще не вошли. Самые длинные каникулы позади, но отдохнуть в наступившем году будет еще возможность. Впереди у россиян шесть праздничных дат, отмеченных красным в календаре. Ближайшие в конце февраля, с 22 по 24. В начале весны отдыхать тоже будем три дня, с 7 по 9 марта. А на майские праздники и вовсе восемь дней. Три праздничных дня ожидают нас и летом на День России, с 12 по 14 июня. И еще один дополнительный выходной будет в ноябре, 4-го, в День народного единства. Мария Левина, Николай Епифанов, События.